Всем привет! Сейчас очень популярен стендап и жанр подкастов. Мы подумали и попробовали соединить два этих направления вместе. И в итоге получили новый проект «Диваны стендап», где мы слушаем выступления местных юмористов и разбираем его. Ну что, встречайте сегодняшний стендап-комик, точнее комикесса «Бахыт на зерке». Я заметила, что сейчас все стали помешаны на развитии. Ну один вопрос, куда вы развиваетесь, меня подождите. Потому что такое чувство, как будто мы все бежим на физре, у меня шнурки развязались. Я пока их завязываю, все уже туда ушли. И ты думаешь, блин, может хотя бы курсы по женской прокачке купить, не знаю там. Всю ночь говоришь аффирмации всякие. Я самая красивая, я самая богатая. Потом встаешь утром, смотришь в зеркало и такой «фу!» Ты не то что самая красивая, ты вообще некрасивая. Потом деньги ищешь на проезд, потому что все деньги уже на курсы потратила. И я ничего против развития не имею, просто я не понимаю развития некоторых людей. Для некоторых развитие это просто знать много информации. Например, там книг читают много, где половина книга о том, как тебе поможет эта книга, а половина вообще непонятна. Или там ролики смотрят на ютубе, типа «Почему кола черная?» Ну узнал ты, почему кола черная и что? Это тебе как-то поможет в жизни? Я лучше выпью колу и себе скажу «Почему кола черная?» И отвечу «Назеркет, ты что тупая? И что, что она черная?» Почему? Ну вообще нельзя расисткой быть. Все напитки одинаковые, главное душа. Хотя это же напиток, главное виски. Если внутри есть виски, неважно какой напиток. Вот про развитие. У меня жена сейчас подписалась на курс, вот этот инстаграм. Он стоит на день рождения, короче, я ей подарил. Подожди, подожди, чтобы мы понимали, сколько он стоит. Юбилей был? Нет, нет. Окей, жена любимая? Моей жены всегда 18. Не попадаю на юбилей, ей всегда 18. И вот мне просто интересно… Удобно, когда жене всегда 18, просто даришь ей шоколадки, цветы. И жена такая, 18 дней уже целы меня везде. Нет, подожди, интересная тема. Я подарил курс, а стоимости так и… Ну стоимость получается… Ну стоимость я бы сказал зря. Вот так бы я сумму назвал бы. И мне просто интересно, когда вот этот этап приходит, потому что я видел этих тренеров, вот когда у этих тренеров приходит этап, что они такие, блин, я все знаю, я буду набирать курсы. То есть там молодые девушки… Нет, нет, это не так происходит. Происходит так. Так, у меня нет денег, я буду набирать курсы. Вот так это происходит. Я тебя разочарую, это не так происходит. Я сплела из колбасы цветок, и у меня получилось, и я могу набрать курс любителей плести из колбасы цветок. Капец, у тебя с жене делать нечего было. Что за курсы это? Что за курсы? Ты хочешь плести цветы из колбасы? Нет, я только кушать хочу колбасу, зачем? Цветы. Ну сперва сплетешь цветок из колбасы. Ну потом жалко же будет. Да, потом заработаешь на этом, да, и пожалуйста, купи себе колбасу для еды. Есть такая колбаса, ну хорошая, дорогая колбаса, настоящая колбаса. Вот. Что там просто посмотрел на ценник и такой, ммм, красивая. Ты сейчас столько раз сказал слово колбаса, я прям даже кушать захотел прям. А я колбасу. У меня в детстве, я не знаю, у меня с детства, ну такая штука, я сколько угодно могу колбасу есть. Сколько угодно. Она не надоедает. Я люблю колбасу, потому что у нас колбаса всегда была только по праздникам. Только по праздникам. Ну, в сложное время не могли себе позволить лишнего, да. Поэтому колбаса и настоящий сыр было только по праздникам. Вот, кстати, это осталось. Вот и в том плане, что я тоже могу купить колбасу, да, хоть каждый день. Но я покупаю, ну, ем его, покупаю тоже только по праздникам. Сервированный красивый стол должен иметь колбасу с сыром. То есть, если праздничный стол с сыром, колбасы нету, то это все не праздник? Нет, это поминки. Я вообще сама себе колбасу никогда не покупала, потому что, ну, я студент, когда мама приезжает, только она покупает нам колбасу, и все. У нас трудные времена сейчас такие. То есть, есть что мы с тобой познакомились. Подожди, но я тебе открою секрет. Есть диетическая колбаса по 250 тенге. Синоним диетическая, чаще всего это беспонтовая. Да, невкусная, да. Не от того, что ты похудеешь от этой колбасы, ты, наоборот, набираешь больше, быстрее. Да, я, тем более, колбасу только с хлебом могу. Есть, я надеюсь, там. Да, она сказала, кушать. Колбасу только с хлебом кушает. Прикинь, она колбасу только с хлебом знакомит. Привет, хлеб, привет, колбаса. Игрушек не было в детстве, да? Ничего, сегодня нету игрушек, она колбасой играла. Колбасы тоже не было, по сути. Нет, еще, вот это, у меня вареная колбаса, когда покупали, у меня отец его постоянно жарил, потому что он говорил, нельзя есть сырую, ну, вареную колбасу так. Он всегда ешь, жареную. Жареную нужды есть. Он, наверное, на Пасху яйца, вот эти вареные не ест, он такой, ну, как можно это есть? И жарит. Ну, да, ну, получается, она же сырая, она же из мяса. Нет, она называется вареная. Ну, понятно, но она же из мяса. А, кстати, чем отличается ветчина? Ну, то есть, ветчина, я всегда думал, что это что-то из свинины. Ветчина – это что-то на богатом, по-моему. А, что-то для богатых? Все, тут слово такое, ветчина. Американское. Нет, есть ветчина, типа, недавно видел, ветчина из курицы, из индейки. Что это значит? Это паштет, наверное. Не знаю, мне просто вопрос, как мы с образования курсов перешли на ветчину вообще. На колбасу, да? На колбасу, да. На колбасу, да, вообще. У нас курсы, образование. То есть, у нас всегда так. Если образование, похавать надо. Лучше похавать. Да, обед. Ну, всегда, да, развитие упирается в колбасу. Такой вопрос. Ты хочешь развиваться, к развитию стремишься? Ты тут как-то... Но есть же еще внешнее, есть внутреннее развитие, есть внешнее. Ты как за собой ухаживаешь, за внешностью? И я девушка, прикиньте. Но я ненавижу делать всякие наращивания ресниц, всякие бичемазохистические процедуры, потому что это реально больно. Но я длинные ногти люблю, потому что люблю, когда в носу чисто. А девушки капец же мазохисты, они вышипывают брови, колят уколы в лицо, делают шугарик, возвращаются к бывшим, рожают детей, переживают эту адскую боль, потом такие, а дорогой, давай второго ребенка заведем. И я в салоны тоже особо не хожу, но когда был карантин, очень захотелось в салон. И когда все открылось, сразу пошла в салон и сделала коррекцию бровей. Коррекция бровей, это когда тебе вышипывают брови, потом обратно рисуют. Мастер все сделал, дает мне зеркало, я смотрю в зеркало и вижу там злую тачешку, которая бьет чужих детей, которая сидит на пусковарят и со всеми ругается, которая требует открыть вторую кассу, которая всем незамужним девушкам говорит, ты че фигней занимаешься, тебе замуж пора. И мастер спрашивает, как вам все понравилось? Я говорю, да, мне все нравится, но мне кажется, ты ерундой занимаешься и тебе замуж пора. Потому что я прям в образ вжилась, захотела со всеми поругаться, но пошла домой, брови стерла и все, у меня желание отпало. И оказывается, не все женщины злые, у некоторых просто брови так нарисованы. И мы девушки иногда много берем на себя, типа бывают моменты, когда ты думаешь, что ты слишком красивая. Я как-то так подумала и вышла на улицу гулять, гуляю, и одна машина начала резко, медленно ехать. Я думаю, блин, со мной сейчас по-любому познакомиться хотят. Я уже придумывала сценарий, готовила слова, типа, меня твоя машина не интересует, меня парень на остановке ждет. Потом машина сделала вот так. И оказывается, это был просто лежащий полицейский. Я вот тоже не совсем понимаю, зачем девушки у себя выщипывают брови, а потом рисуют. У меня такое ощущение, что у меня кто-то начал выщипывать брови и бросил. Да, не получилось, и дорисовало, да, и это какой-то... Вот у меня прям проблема с бровями. Прям, ну, в плане... Они, знаете, как кот Шрёдингера. Кстати, у меня идеальные брови. Мне жена говорит, у меня идеальные женские брови. У тебя идеальные женские брови. Да, вот она... И груди. Ну, я вообще транс. Не, ну, на самом деле, очень много во внешности мужчин женщинам нравится больше. Они бы хотели такие же брови, такие же большие глаза. Ресницы у мужчин, между прочим, длинные. Да, это да. Откуда знаешь? Ну, видно же, что длинные. Кстати, да, видно. А, видно, заметно, да, что длинные? Что ты сидишь, хлопаешь тут, ну, сквозняк. А, вот так вот, да. Почему у вас, вот, у девушек, вот, процедуры, прежде чем сделать себе что-то, вы должны это испортить максимально сначала? Максимально испортить. Просто вы видели девушку перед макияжем? Вот эти же есть всякие видосы девушки-визажистки, которые смотрите до и после. Там максимально страшная девушка. Максимально страшная. Потом тунц, и она супер накрашенная, красивая. Нет, специально же таких берут, типа, не очень красивых. Не очень красивых. Без макияжа. Вот, да, снимают макияж. Почему вот перед тем, как сделать, типа, красивую, вы должны все сделать максимально страшно, испортить. Причем я смотрю на девушку, которая модель для этого визажиста. Я знаю ее в жизни, она такая, она симпатичная, она симпатичная, даже без макияжа. Они ее просто еще ухудшили. Нет, может быть, она, вы думаете, что она без макияжа, может, там есть тоналка, брови, по-любому, типа, это называется натуральный макияж. Натуральный макияж, да? Я думаю, натуральный макияж это вот, типа, 31 год ему, как бы. Нет, это беспонтовый макияж. Ну, беспонтовый макияж у тебя, у меня натуральный макияж. У тебя сейчас макияж? Да, конечно. Он какой, натуральный или беспонтовый? Не натуральный, точно. Не натуральный, беспонтовый? Ну, нормально такой, не знаю. Нормальный, а как ты это можешь оценивать? Ну, обычный макияж, типа, повседневный, вот. Окей, ладно, а сколько стоит ногти сделать? Ногти, у меня это, знакомая делает, за 3000. Тебе за 3000 делают ногти? Это же дешево. Ну, да, дешево. А сколько, ну, самая дорогая процедура стоит? Да, вообще не знаю. Ну, наверное, десятка. Десятка для тебя самая дорогая процедура? А, нет, вообще, про ногти или вообще? Вообще, в целом. В целом, не знаю. Ну, ты самая дорогая услугу, которую ты покупала. А, я волосы красила за 20, 20 тысяч, да, по-моему. 20, за 20 тысяч? Да. А в какой цвет ты красила? В красный. В красный, 20, да, тогда все, ладно, 20 тысяч красный. Нет, 20 тысяч в красный? В красный. Это красный? Прыжок с парашютом. Нет, у меня были длинные волосы, и это, делают сначала, типа, чтобы их немного отбелить, что ли. Я говорю, они сначала портят, а потом... Да, то есть, это же портит волосы, Да, портит. А что же потом с ними делать? смотрю, у нее короткая стричь. А потом каре, да? А потом, вот эти девушки, которые лысые ходят, получается, они уже вот здесь вот завысили. То есть, получается, если мы рассмотрим кошку сфинкса, Вот египетские кошки, У меня есть друг у него. Перекрасили, в свое время, обесцветили, волосы выпали из них. Прикинь, египетские кошки, это просто кошки-скинхеды. С чем? С чем? С кинхеды. Кошки-скинхеды, такие, двигаются они по дому, и терроризируют собак, потому что они черного цвета. И арабов. Вот эти египетские кошки-скинхеды, они дружат только с немецкими овчарками. Это война знаменитая, да? Да, овчарка, египетская война. Не, просто, да, ладо, женские ногти, это красиво. Я все понял. Ну, это действительно красиво. Но вот, что за вот этот фетиш у мужчины, у которого на бензинце вот отращивает ногти? Видели так? Это чтобы в носу, наверное, ковыряться, нет? Нет, реально, вот есть такие, прям, вот он растает, прям, ну, у меня дядя есть, он прям, у него колпачок. Колпачок? Ну, чтобы ноготь не сломать. Вот прям он так дорожит этим. А зачем? А я не, ну, я вот не знаю. Ну, подожди, но он же родственник тебе? Да, ну, дядя. ну, надо узнать. Давай позвоним, узнаем. Он сейчас не может ответить. Он сейчас, он не сможет, он отращивает. Просто зачем ты сейчас это сказал? Мне теперь тоже реально интересно. Получается, у тебя дядя такой же, как и папа, да? Воображаемый. Но у меня с той стороны вообще все. Ясно, ладно, окей. Понятно, с внешностью, но парень есть? Нет. Знакомиться хоть? Да, мне недавно один незнакомый номер написал ватсап, привет, давай познакомимся. Я беру этот номер, проверяю через гидконтакт, там уже все, имя написано, Арман, Арман Одногруппник, Арман Хосенов, Арман Дебил. Я думаю, да, в принципе, Хосенов Арман знаю, да, и на всякий случай проверяю на Каспий, там еще отчество показывали, оказывается, это Хосенов Арман Маратович. Я как бы уже все знаю, да, потом еще в Инстаграме, Вконтакте, Вконтакте я вообще все узнала, там город, где проживает, где учится, друзей, возраст, гороскоп, потом смотрю, на какие группы он подписан, там первый стоит ставки на спорт Олимп, думаю, ой, Касиковы по-любому не надо, и месяц назад написал «Любви достойна только мама». Думаю, значит, месяц назад расстался девушкой, теперь ищет другую, чтобы ее забыть. И, конечно, я уже все узнаю про него, и ему в ответ написала «Извините, а вы кто?» Очень сложно знакомиться со мной, потому что я уже все знаю, поэтому у меня нет отношений, и долго не было отношений, хотя мне уже скоро 22. Я думаю, блин, уже пора найти парня, потому что я еще себе такие брови сделаю опять и буду со всеми поругаться. Вот, кстати, насчет этих программ, которые определяют, как ты подписан. Вот самое часто я был подписан «Александр», вот у многих почему-то. Вот, какие есть вот самые прикольные, какие были подписаны? По-любому кто-то, ну, все мы проверяли. У меня есть на щерке, там неправильно просто написать, типа. На щерке? На щерке. Заищем вместе, что я думаю. Да, так, я чаще всего меня подписывают, как Руслан, Рустем, Рус, меня подписывают Руслан Comedy Club. Вот так. О, это серьезное заявление-то. Может быть, они взяли номер белого и перепутали и вписали мой номер. Я не знаю. Я не знаю, я никогда не пользовался, вот правда, честно. Телефоном. Потому что это от сатаны. Телефон от сатаны. блин, насчет сатаны кнопочным телефоном реально было удобнее пользоваться, чем сенсорным. Почему насчет сатаны кнопочного телефона? Как это взаимосвязь вообще есть? Ну, потому что кнопочный телефон, он сам по себе встроенный, понимаешь, он приспособлен для этого. А вот, блин, этот сенсор, это вот от сатаны, понимаешь? Сенсор от сатаны? Да, блин. Там, короче, была свадьба, кроссула. Там, короче, там собрались друзья все и сатана. и друзья, короче, кнопочный телефон, это тебе от нас. А сенсорный, а сенсорный от меня, братан. И он ходит теперь. Насчет сенсора, это только у меня одного, мне нужно было код поставить, да, чтобы так он включать. У меня код простой. Код на речь. Да, это 08-08. И план сюда, чтобы разговаривать, научиться, да? Вот. И, блин, я ни разу с первого раза, он у меня не срабатывает, понимаешь? Вот ни разу, чтобы я его разблокировал с первого раза, ни разу. Кстати, я всегда переживаю, когда Эдик начинает вот так заикаться, потому что вдруг инсульт, я не знаю, но возраст как бы. Подожди, это первый раз вообще было? Что ты начинаешь первый раз? Это второй был. Здесь уже переживать надо. А теперь я уже переживать начал. Парень тебе написал, ты пробила полностью всю информацию про него. Всю информацию. Я всегда так делаю. Всегда так делаешь? У тебя вообще парень, ты встречалась с парнями? Ну, не особо. Ей неинтересно, она уже все про них знает, чей встречаться. Не особо, это как не особо? Ну, серьезных отношений не было. Что для тебя серьезные отношения? Не знаю. Вот не было же, не знаю. Не знаешь, ну вдруг, не знаю, для тебя серьезные отношения за руку подержались или поцеловались? Нет. Не знаю, серьезные отношения. Поставили ВКонтакте влюблен, на зерке Бакают вот этот. Видишь же, вот эта фигня. Не, видишь, ты не знаешь, что для тебя серьезные. А может быть, они у тебя уже были, а ты и не в курсе даже? Нет. Потому что вы утром проснулись, такие голые, она такая, интересно, это серьезно или несерьезно? Не, серьезные отношения это когда ты можешь с человеком помолчать, мне кажется. Ну и ты не чувствуешь, ну это не неловкая пауза, ты просто можешь помолчать с человеком. Тогда у меня были, да, на автобусе всегда. Когда со мной один парень сидит. Виндрайвере, да, когда ты едешь. С таксистом я хочу таких серьезных отношений. чтобы мы ехали, просто молчали, а не вот это типа, ну, карантин, конечно, тут работать не дают. Самое с таксистами прикольное, когда они начинают возмущаться вместо того, ни сего на кого-то, на третьего. Да. Типа, вот раньше было. Вот, что это? Вот, ничего нету. Вот это сейчас. Что за газировка? Вот в Тбилиси газировка, вот там газировка. И, значит, не с того, не сего просто начинает это рассказывать. И интересно. Ну, ему скучно просто, понимаешь? Ну, я его понимаю. Ну, причем тут я, как бы, ну, ну, извини, пожалуйста, но нужно же человеку, дать высказаться. Пусть выскажется. Сделай человеку приятное. Послушай его. Так я каждый раз сделаю ему приятное. Одному это мужу, что ли? Нет. А, ну вот. В следующий раз сделай не приятное, а просто, по-моему, ну, послушай его и все. Ну, 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 тогда мне придется платить за такси. А, ну, это уже другой момент. Леш, там, там так вот. Кстати, эээ, есть такая штука, мне, недавно я опробовал это в Яндекс.Такси, там, ты можешь привязать такси к карте, оплату к своей карте, автоматически списывается, да, и там есть, типа, выбрать чаевые 10%, и у меня недавно был такой момент, не очень, ну, неловкий. Ну, на следующий день после поездки мне приходит выдавление в этом, в приложении. Я открываю приложение, там висит, типа, поставьте оценку такси, таксист хороший, реально. Я поставил там пять звезд, типа, приятный автомобиль, и он спрашивает, типа, оставить чаевые, а я помню, что я вчера уже у меня списались эти чаевые. Я такой, не, зачем два раза оставлять чаевые? Нет, написал. И знаете, что, они отменили чаевые, обратно вернули мне их. Я просто представляю этого мужика, он едет, и у него с карты, ну, с его карты списывается там 150 тенге, он такой, ах ты, ах ты, жаба. Просто. Тебе понятно, почему он так про газировку плохо слушал. А ты говоришь, что, что знакомится мужчина. Какое твое самое необычное такое было знакомство? Все нормально? Что ты сейчас сказал? Э, ты, твое самое необычное знакомство с мужчиной, ну, с парнем. В автобусе как-то один парень молчал. У меня это время, потом мне говорит, напиши мой номер и говорит, домашний номер. Говорит, типа, у меня нет телефона, сегодня в 8 вечера ровно, я буду ждать тебя у телефона, позвони мне. У меня три квартиры, машина, если ты хочешь хорошую жизнь, позвони мне. но нет телефона. Но у него нет сотового телефона. Потому что телефон от сатаны. От сатаны. Ладно, ребят, спасибо. Приятно пообщались, прикольно было. Сегодня для вас были Алексей Ильин, Эдуард Гроссул, Бакхат Назирке, Абедин Рустам. Друзья, хорош на сегодня, по домам. Редактор субтитров А.Семкин